добрый вечер друзья мы сегодня будем говорить по теме я все это пропускаю пропускаю эту тему я только намекну вам хотите а потом будет все да как обычно про это про сады про сады про сады а что я сейчас пропускаю хотя бы намек чтобы поняли значит есть две крайности есть старые века есть 12 подвигов геракла вот его предшественник геракла он совершил 12 подвигов помните там либо пасть порвал вот стал бы лопатой копать навоз он взял реку повернул очистил конюшни но мы к сожалению знаем 12 подвига у него еще и 13 подвиг он называется знаете как он осеменил 40 девушек за за 1 за раз вместе подряд одну другое 40 вот это был мужчина да по моему я ничего лишнего не сказал это действительно был такой подвиг просто в школе одни проходят его 13 подвиг в школе а историю древнего этого самого древней греции мы проходили а вот этот подвиг остался неизвестным а зря пришел 21 век елена степаненко найти ее бывшая жена нашего великого юмориста да она и без него сама выдающийся юморист стрибуны с этого с со сцены кремлевского дворца кажется при стечении народа то есть телевидение центральная тысячи зрителей значит она сказала вот эта фраза которую к сожалению никто всерьез не воспринял она сказала мои мужики пошли станка постоять не могут это две крайности я эту тему пропускаю я не уверен что вы хотите ее слушать ну начнем мы про садоводство с чего с детей это уже не такая это более близко нам так сказать то есть большинство из вас я уверен не готовы к таким темам вот как сделать чтобы и сейчас гераклы были и мужики могли у станка постоять так вот значит вот это за ребенок который когда-то он ли станет президентом он ли это надо делать сверху снизу не получится вот мы с вами говорим-говорим 200 человек послушает кто-то поделится и того 500 мы все на этом это все и дальше не пойдет никогда так принято вот а я сейчас поймите правильно меня значит сейчас поймете вот воспитание детей да вот за это меня бы ребенка бы отняли вот это тимошку внука он вам привет передает бедный ребенок сейчас поймете почему он бедный этого никто не заставлял я хочу чтобы также своих детей только он заикнулся что хочу вырастить арбузы это а я сказал хорошо и тут же были куплены семена а дальше сам таскал здесь глина вот эта глина осталась от стройки так сверху было насыпано по ведерку земли по ведерку песка перемешано и посеяны семена одну стимку дед две недели ну в общем уже эти арбузы уже пошли так вот значит и было одно условие скромное сам дальше ухаживаю вот и все травку щиплет вот это раз смотрим дальше вот это вот сегодня снимок сегодняшний я увидел никто бы не заметил кроме меня что появился муравейник мы стали на колени минут пять поизучали муравьев так потом я сказал тимоша это будет затоптано спасешь он говорит конечно спасу натаскали коли вот и муравейник спасен теперь он будет годами существовать вот это вот скажите что заставлял работать работать нет кстати он каждый пресс зарабатывать по 100 рублей но там уже настоящая работа он поливает питомник у него копилки 3000 уже ждет день гора потрачу за один день его право вот это вот почему я сказал помните друзья несколько раз говорил что как мы детей воспитываем у него еще бабушка есть учительница начальных классов поэтому каждый раз сейчас он в деревне каждый раз когда вы видите что его нет рядом со мной зимой то все время рядом был бедный ребенок комментарии нужны вот и наконец чтобы не быть этим голосом я не зря все говоря надеюсь что мои вебинары принесут какую-то пользу может быть даже кому-то спасут жизнь понимаете друзья это было страшно по моему 11 детей утонуло в течение часа не все утонули несколько выпало разница между ними какая была закалка и умение плавать конечно после той страшной трагедии вспоминайте несколько лет назад кажется в карелии по моему 11 утоплению кажется 11 но много что произошло на другой день должна быть команда от президента вот надеюсь будущий президент или кто-то из ваших детей президент который бы в таком случае на следующий день а у нас когда-то была такая система указов то есть еще законы ждем уже месяцами там помните эту шутку первым в поселении прочитали не поняли депутаты во втором произведении подстали не поняли в третьем подстали наконец-то поняли приняли закон вот я бы указан президента уже на второй бы день после той страшной трагедии всех детей где угодно но чтобы не просто научить плавать определенные нормативы даже инвалидов даже инвалидов все плавать все 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 вы видели наше это девушку без рук которую отдали Американцам никому не нужна была Которая стала Олимпийской чемпионкой Помните? У нее рук не было Так вот Все дети И тогда мы спасли бы А вы знаете, вот попробуйте Где кто из вас знает, сколько детей Утонуло, допустим, в этом году В прошлом году Цифры страшные И вот я почему говорю Я вам привожу пример Вы ничего не видите Холоднющая ледяная вода Это карьера Там где он плывет, там 3 метра глубины Здесь обрыв Заметили вот это вот Видите, что это? Это электрокабель Это самая прочная вещь на свете Электрокабель Другой конец Там 6 узлов У него на поясе У меня в руках намотано в 6 раз И так как я могу потерять сознание Мало ли возраст Ребенок выплывет Он в ластах сразу Только я ему купил ласты Он тут же стал плавать И рядом обязательно еще кто-то из взрослых Двойная страховка Вот Я просто привожу пример Я не болтун Когда я начинаю критиковать Мы с вами Если у меня сегодня настроение будет под конец Может быть у меня будет настроение другой раз Я себя плохо чувствую Знаете, где-то в сетях какая-нибудь гадость возникнет Грязь И все Вот Что людям надо Почему им надо Вот это мы потом Вот Знаете Человек системы органического мира Или составной частью через коробство То есть человек Или царство животных Догадайтесь, где надо Ставить галочку А? Правильно? Царство животных Мы животные Мы не люди Вот Поэтому Я просто хочу Потом уже Поставить Хрест на это дебильнейшее ЕГ Вот Но это все будет потом Или в другой раз Или никогда Потому что Вы может смеетесь надо мной Когда я лезу в такие вещи Вот Но дальше так детей учить Как сейчас учат Делать их дебил Тоже ведь нельзя Ну ладно Начинаем мы С вами Читать письма Вот И Я буду на них отвечать Дальше Всего 9 минут занял Простите Меньше чем обычно Я просто хочу Чтобы дети не тонули Хочу и все Вот Знаете как это делается Договорились Тимошка Каждый день плаваем Бывает уже сил нет И не хочется А надо Потому что это он говорит Деда Ты дал Это слово Каждый день Вот И теперь Не я его выгуливаю Он меня выгуливает Не я его купаю Он меня купает Вот Жалуюсь Я его выгуливаю Я его выгуливаю Я его выгуливаю Я его выгуливаю